Мы находимся в Карачаевске. К нам в правозащитную организацию с письмом, заявлением обратился Пиджиев Мамай Дубаевич, который нам написал о горе, которое среди всех не с именой приключилось, о его сыновьях Пиджиеве Али и Алибеке, которые органы следствия и органы уголовного розыска путем пыток на них повесили статьи. И дали большие срока. Сейчас они нам расскажут. Здесь присутствуют еще Пиджиев Аслан Мамайевич, его сын, и мать этих детей Пиджиева Кулистан Ахматовна. Мамай Дубаевич, Вы расскажите, что это случилось, почему это возможно было в Карачаевске? Ну, мы до этого, в нашей семье правонарушений не было вообще. 12 детей мы растили. Ни одного случая не было, чтобы перед законом они находились. Это получилось, впоследствии мы узнали, случайно. Их заманили в эту ситуацию. Не зная, попали Алибек Пиджиев, не зная, попал. И Алиб Пиджиев тоже попал, не зная в эту ситуацию. Вот органы предварительного средства, когда их задержали, в каком году, по подозрению человеку? А Пиджиева они задержали 209-го года. 2009-го года. 2009-го года. Но задержали таким образом вечером, приехали к нам, в блокиру, двое в нештатской форме. Сказали нам, мужик Пиджиевали, здесь. Они сказали нам, что нам надо... Представились они или нет? Они не представились, сказали, мы сказали, кто вы такие. Да мы вот здесь с органов, сказали, просто с органов. Не представились. А куда его ведете? Да мы поговорим и мы отпустили его сказки. С собой он забрали. Нет, он тогда этого Алибека не было. Это 10-го числа уже он находился совсем в другом месте. 10-го декабря 2009-го года. А этого, значит, забрали прямо в Черкесск, оказалось. Ну, прошло некоторое время, но нам не возвращается сын. Мы забеспокоились. Два нету, три нету. Куда повели, мы не знаем. Мы начали вот с ним вместе на машине искать его. Все органы в Карачаевске мы прошли, а потом поехали в Черкесск. В Черкесске были и приезбы, и в СИЗО, и в ЕС. Это были не изоляции. Нигде нам никто ничего не отвечал, что такого не поступало говорить. Везде вам. Везде вам. И больницы обращались. Вот мы очень сильно забеспокоились, думаем, может, где-то убили и бросили, думаем. И ужас пришли, и всю ночь мы спали, искали. И следующее утро тоже поехали в Черкесск, стали обращаться везде, всюду. Ну, нам подсказали, говорили, скажите, езжайте в прокуратуру Карачаевска, там по этим вопросам глядет женщина Лайбанова. Вы, может, она знает, спросите у нее. Ну, как раз, когда мы с ней приехали в это место, и мы зашли к ней, она позвонила везде, всюду, по этим же органам. И сказала, что они находятся вот именно в ИВЦ города Черкесск. Мы хотели заявление написать, когда хотели, тогда же сказали, что потеря человека. Мы хотели розыск дать. Ну, тогда не сказали. Тогда, значит, сказали. Тогда мы поехали туда, но в таком состоянии, что с ним, говорят, мы обрадовались, что он уже живой. Обрадовались и вернулись, но в этом не кончилось дело, но как раз вот за это время производили у них пытки. Ужасные пытки. Это ФСБ ОМОНовцы назвали. Мы-то не видели, кто они в той... Где именно эти пытки были? После вы установили их, где они? Да, установили пытки, потому что даже сына, другого сына привезли к нему, другого сына, при нем пытки делали. Это они привезли. Да, они же... А ребята привезли к Алию. И они, они делали пытки вот этого инвалида, второй группы по голове. К этому времени, с 1905 года, он инвалид. И его дошли. Поначалу первую группу ему давали, а потом дали ему вот такое. Но его прохалило вообще, никто не думал, что он живой останется в то время. Он ужасно выхаживали. Ухаживали очень сильно, в течение двух месяцев ухаживался, он приходил. Он себя не знал, никого не признавал. Он потерял память. Делали ему по несколько операций. Шесть операций делали, чтобы его привести в определенное состояние. Они знали, что он больной, несмотря на это, издевались над ним, понимаете. Он мог там умереть. Он не удерживал. И сказал, я порежу себя. И порезался. Чем-то нашел там какой-то стекло, что порезался. И вот пошел везде. У него сейчас находятся эти шрамы, я хотел сказать. Он показывает в суде, тоже показывал. Шрамы у него находятся на суде, тоже показывал это дело. Именно где пытали его? В Италии то, что сказали в 6 апреля, там сказали и висли. И возили туда-сюда, как младший город, он мне рассказывал, возили, там вариант был, говорит, что возили. Там на шок одевали, и возили куда-то. Кулистан, я вам сейчас задам вопрос. Вот вы как мать, ваш супруг рассказал, что мать 12 детей. Вот им приписали такую статью, которая называется, очень тяжелая статья, которая участие в формированиях. Вы 12 детей вырастили, вы как мать. Вы, вот, есть, за своими детей с ними я хочу охарактеризовать свои дети. У нас душа детей, да, я растила. В школе их спросите, у соски занятий спросите, у них характеристика отличная. Например, вот этот Али, такой инвалид второй группы, там старикам, с тамушкам помогал. Мы не разрешали ему, мы дома его держали, как не работали. Он так был примерно, да, примерно был этот ребенком. Мои дети никогда человека не убьют и вреда не делают, только кольцу. Так, как у меня, вот, например, 19 душ детей, из них я четверо потеряла из рук людей. Двое из бандитов, мужское убийство, вот. Одно было 27 лет, другому 18 лет. А двое дети, ну, случайные, это я не считаю. И одних из них я правосудие не отдавала. Так, как мать героина не могла своих детей второй раз убивать. Они же делают операции разные, поэтому я это не разрешала детям. Последнее тоже, в школе это случилось, привезли. Здесь все врачи увидят, поэтому я отдам их в суд. Все равно дали 11 лет здесь, строго режима. А тот, который моих детей судил этот раз, пожалел его убийство, мужное убийство, дал 10 лет, он судил это мне. Это который ваш, вашего сына убил? Да, которому 18 лет было моему сыну. Дали этот 10 лет. Вот тот судя, который моих детей присудил 14 лет. Кадеев? Да, Кадеев, 14-16 лет. Мои дети, например, если бы хотели какое-нибудь горе сделать, которые мои дети убивали, они даже не угрожали, не нападали. Говорили, Всевышний, Аллах их накажет. У них какие-то, а потом, вот я вырастила их, и вот этот Альбек у меня, у него грыжа была. И он говорит, я хочу немножко, мама, тебе как-то помогать. И он находился в Евгенграде в стройбак. Строился, ну, главарезный, там он работал. И тогда у меня мать была первой группой инвалидности, я ее вызвала. Мы всей семьей занимаемся речеводством. Потом вызвали, он приехал, мне начал помогать. И вдруг говорит, мама, говорит, чем 5-й день институт, я хочу в строительство поступить, разрешать. Я говорю, да. Пока мы снаходились, он сдал первый экзамен. И мы как раз, как раз тот год, вот это Алия Шиния, тот день. После этого, когда он говорит, поступает на первый курс, второй экзамен хотел он сдать, вдруг исчезает этот Альбек. Вот их одновременно задержали? Нет, Альбека раньше задержали. С братом старше, тоже вместе. Потом этот Альбек исчез. Я хотела отдать этот, множество. Потом говорят, Альбек тебе так слушается, говорит. Даже дочке, говорит, на мать так, ты хочешь его опозорить? А я все время переживала, потому что четверть детей я потеряла. Кто-то его тоже купил и так. И вдруг я не знаю, куда себя отнимать. И вдруг вот этот Алхарс, у него грыжа есть. Он поехал в Москву как раз. Спинная грыжа. Да. И у Альбека тоже есть. И он туда поехал. И как-то звонит Альбек. Как я знаю, Алхазу. Алхаз говорит, я здесь в Москве, дитяцев приехал. И он уже садится на автобус, Черкесск-Москва. Приезжает, там встречает его брат. И как раз, а у него, впервые, когда приехал сюда, в Кавказ, у него там остались деньги. Говорит, вы не деньги получили. Они поехали туда, в Ленинград. Денег они не смогли найти этого человека. Вернулись обратно в Москву. И тут же их задерживает милиция. Милиция местная или в Лосковске? Их московская. Их примерно утром задерживает. А уже после обеда их везут сюда. Из милинград в Черкесск. На самолете кто привозил? Московские привозили? Московские, да. А встретили так, это черкесские местные. Здесь встретили, и у них одежда, и все встало. Их привезли. И тут мы ничего не знаем. И как раз в это же, их привезли 4 декабря. Что про пытки вы знаете? Ну, вот так и да. Потому, и как раз 9 декабря, это 10 декабря, примерно 8 часов, вот, Алия вызывает. Я не знаю про них ничего. И вот этот Альбик приезжает, забирает Алия, уносит. Ту ночь я его искал, сел и тем искал. И к вечеру Лайканозову сообщил, что его держит милицию. От радости я смеялась. А утром, рано, как раз вернулся Альфас. Приходит, бледный, или ходит. И говорит, что он в состоянии? В состоянии, в состоянии. У него на опухе, я сама очистила ватой, кровь, все. Совсем другой человек. И говорит, что с тобой случилось, Альфас? Ой, мама не спрашивала. И прямо идет, и в зале, и у него сударь. И говорит, что с тобой случилось? Ой, мама говорит, Альбик нашелся, где ли? В Москве, говорит. Приехала. А что тут? Я сразу сюда же в скорую вызываю. Скорая приезжает, эта сестра уколы делает, и говорит, сразу в больницу. У тебя сударь идет. Он все убьет, и за... Какие телесные повреждения у него были? Бледные. Нет, такого повреждения я не видела. Белое, благородное. Лице белое было. Но уши, я чистила кровь, и сударь у него, так дерзлый слой. Уши темные такие, кровь начались. Что он вам рассказал? Потом рассказывает врач, приходит мне сестра, делает уколы. Я говорю, иди, этот, Альфас говорит, он соглашается. Уезжает с тобой, потом я начала спрашиваться. Что случилось? Как? И вот он рассказывает. Вот так-то я встретил Альбека, говорит. Он уезжал, говорит, откуда-то подробно, а он не знает. Потом, говорит, нас задержали, говорит, вот так принесли, говорит. Вот так, говорит. Мне, говорит, так испытывали, а я ничего не знаю, говорит. Что он им рассказать, говорит. Я ничего абсолютно не знаю, говорит. А Альбека, тариц, говорит, что вот я в ушах, у меня земли, как он вот откричал. С депутатом, с депутатом, они еще забоялись, что он там писал. Потом он все рассказывает, вторые клиники, супер, я говорю, глажись в больницу, он мне глажись. И начали мы уже, когда он сказал нам, мы начали ходить туда. Сразу же нашли адвоката, и все. Значит, как я понял, вот три брата там были. Да, да, да. Значит, пытали током. Током взять и выключить. Я вот так, как мои сыновья рассказывают, что там, как он Альбек в суде рассказывает, когда я подпись ставил, говорит, я не мог не стоять, не разговаривать, у меня в глазах помутнело. Там измучили, избирали, измучили. Измучили, и ему ставят подпись. Да, по уголовной подпись. Да, как ты не мог, говорит, судья дает такой вопрос ему, как ты мог, говорит, не читая, поставить эту подпись. А я думаю, что уже, ну, в грани смерти, как он сможет читать? Ну, вот я стоять не могла, не мог, абсолютно. И вот там, как фашисты над Зоей Космедянской назывались. Вот так наши надевались. Понятно. Да, если они считают его моим своим виноватым, зачем их отнимать, это, здоровье? Они уже калеки. Вот, например, Альбек, сейчас у него ноги альбеют, почка болит, печень болит, голова болит, сердце болит. Уже, я считаю, моего сына уже тоже инвалид. А это тоже, живое мертвый человек сделает. А, да, их одежды взяли, вот, алхазы одежды, взяли деньги, телефон. У алхаза два телефона, одежды, у Альбека тоже деньги, телефон. Это кто взял? Это же оттуда с маслят фраурлями. Когда он саму и рассказывал, мешок, говорит, на голове было кровь, я ногами ощущал, говорит, чмотан и сумка находился. Вы здесь потеряли? Я сразу сообщила, как, вот, деньги, надежды, деньги, все. Ну, как деньги, работают. Да. С тех пор нет денег, есть ничего. Ни деньги, ничего. Я хочу, Аслан, вас спросить. Фамилии людей, которые пытали, где пытали вот это все? Ну, я это не видел. По рассказам. По рассказам. Они не говорили фамилии, когда, наверное, делали. Брата, когда свидания делал с ними, он рассказывал. Почему подписывал, я спрашиваю. Ну, посолю, спрашиваю, интересую, разговариваю. Там некуда, варианта нет, уговорить, не подписывать. Там даже не знаешь, что ты делаешь, говорит. Суверен Мухаммедович, никогда они вот показывать не хотят, никому обнародовать не хотят, вскрытую, понимаете, втихую, куда-то загоняют. Загоняют, пищишь, против них. Вот, например, у нас дома не было обыска. Там, как пишут, при задержании, говорят, у них были оружия. Как могло, молитв, сидел дома, не было оружия. Дома общество не делали, если они такие бандиты. Общество тоже не делали. Вы показывали на телевизии только брата, другого брата. Это брата, например, сына, вот это, показывали в 10-м году, в феврале, в начале феврале. По всем, по первой программе. Вечером и днем, и утром. Глава террориста, алфаза, показывает. Абсолютный человек, который отношений не имел, около, не бывал. Все это, ясно, он на работе находился, здесь, понимаете, вот еще. Советы следствия поцеления. Кто снимал КПП? Ну, судя, когда уже запрещение делали, этот суд, когда адвокаты просили, чтобы следствие сначала, чтобы были. И мы другие адвоката нанимали. Вот этот Козлик Топчуков, негодяй, он заставил их. А они поверили, я не верил ему. Я ему когда спрашиваю, кто-то тебе губайк говорит. Он так, ну, чуть-чуть, я говорю отцу, давай поменяем адвоката. Он заставил, чтобы им поверить, чтобы это 317-й статья, чтобы он не подписал. Он, да, тогда, когда следствие шло, тогда адвоката не было. Он фактически, как бы он способствовал ему подписать то, что он не делал. Из-за этого он сидит уже. Вот 317-й статья. Ну, вы говорите, адвоката напуган. Ну, адвокат напуганный. Ну, если не напуган, почему заставляет? Врачаев-Черкесия встречался с таким случаем, да? И что я хочу вам сказать. Мой сын Альбек просил. Я говорю, который над нами издевается, медицины, всех я знаю. Слышь, я говорю. Они говорят, покажешь? Говорят, я покажу. Я ему попросила все честно говорить. Альбек говорит, человек только один раз убирает в жизни. Ничего не скажет. Он мне честно говорит, не обманывает. И он признался, говорит так. Сказали сразу. Судья говорит, давайте дело открываем на мистернирах. Открыли дело. И вдруг моего сына никому не покажут и свое дело закрыли. Ну, не позвали, закрыли. Не вызвали тем, что... Нет, нет. И судья сам рассказывал прямо на суде, сколько срок им не грозит. На последний день телевидение там сидел, большие сроки дал. Когда мы просили, чтобы следствие, чтобы... Ну, снова, чтобы было. У нас тоже было нарушение. Другие адвокатные нарушения обращались в Москву. Москве тоже оставили без рассмотрения. Также оставили. Сейчас... Вы обжаловали Кассационную за обзорную, да? Да, да. Обзорную за обжалование. Да, но мы не рассматривали. Не рассматривали. Закрыли. А плакаты наши были там в Москве. Абсолютно закрыли. Да и все, и разговора не было. Вот сейчас мы... Мы, Добавилович, вы сказали, что он больной там находится. В Салихамске на колонии номер два. Там ОИК-6 объединенная. Да, ОИК-2 там напишем на ваду. Да. Там ОИК-6 сделали. Давайте тогда мы сделаем так. Я, значит, запрошу его медицинские документы. И постараемся, чтобы мы хотя бы сейчас начали его лечение. Чтобы там 9-я колония есть, больница, общая больница, областная. Там можно лечить. Это большое воле. Понимаете? Наверное, теряется. Что называется? Никого не убили. Никому из насылок не делали. Оружия не было. Все не было. За что им дали? 14-16-е. И отняли у них здоровье. Они же доказывали, адвокаты доказывали, что они подписали. И сам рассказывал. Когда порезы показывал, что прямо показывал порезы нам. Али рассказывал и показывал. То так все будет хорошо. После этого тоже, да. Как его пытание. Да. Или около 7 месяцев там вопросы делали. И мы спокойнее не оставляли здесь СИЗО. Я прямо хочу сказать, что Иван Мухаммедович, жизнь Алия в опасности. Он любое время может покончиться с жизнью. Потому что дело в том, что у него состояние здоровья таково, что он нам не говорит. Там тоже какая-то была операция ему. Нам он не говорит об этом. Но мы очень переживаем. По его диагнозам, по его заключениям, его содержание невозможно. Потому что никто не гарантирует его жизнь. Да, я понял, Маммедович, я вас понял. Давайте мы сейчас сделаем все по закону, как это делается. Сейчас я запрошу документы о состоянии его здоровья. Посмотрим по постановлению правительства, Министерства, как им подпадает вот этот, подпадает под освобождение по состоянию здоровья человека. Мы сейчас готовы одного человека освободили. Ему ногу после отрезали и освободили. Если этот подпадает, он бы умер, если бы не освободили, он бы на свободе ему отрезали. Тоже поизбили, обрадили все. Мы сейчас сделаем так. Мы запросим его медицинские документы. Если дополнительные какие-то врачи нужны для обследования, запросим, и податайство напишем на том, чтобы его по состоянию здоровья, если это подпадает под эти сады по состоянию здоровья, освободили от дальнейшего отбывания наказания. Еще можем мы то, где мы жили, можете с народной характеристикой выдавать. Везде, 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 везде. Слава Богу, не один раз в школу не вызывают за эти поведения. Ну, учесть, что один раз человек освободится, даже его, и Бог пошел. Альбик, как мне рассказывает, ему, прохвастаясь, мол, там, говорит, читает это, учит на этом арабском языке. А он поинтересовался, встретился с этим бандитом. Он не знал, что там... Он тоже бандиты, бандиты, откуда знаешь? Откуда, в газете, в газете. Никто не знает. Это, а, начиная газета, не будем, не это. Это, видишь, твои сновейки, как посадили, как бандита. Так же, может, и я тут и так же бандитом был. Может, тогда же дела заняты. Вот, что Альбик убежал оттуда, да? И говорят примерно так. Мол, говорят, от миниционеров он убежал. Нет, мне понятно. Ситуация такая. Я, например, советник про идиозным национальным вопросом. Я сталкиваюсь с этим. Вот 23 человека в Карачаево-Черпесе, которые спецоперации, 20 лишних человек, которые подошли ночью. Вот там подошли, оружие положили и всех посадили. По такими местами, которые молятся. И русские, которые с ними были, которые мусульмансы с ними. Это понятная ситуация, потому что с Карачаево-Черпесе, это вообще весь Кавказ, противостояние идет. С одной стороны, органы давят, и люди не выдерживают. Они уходят по ту сторону, и начинается война. И здесь стреляют и милиционеров, и все. Да, слышишь вот так. Слава Аллаху, мои дети не стреляют. Вот это так было. Я думаю, если убивали бы кого-то, хотели бы убить, которые нашего брата, который убили, их убили бы они. На них мы напали бы все. Мы этого, пусть Бог, мы говорим, да. Мы не вестили. Они, наоборот, меня успокаивали. Когда я сдвился, когда я хотел делать что-то, они успокаивали. Мы не сделали. Как могут такие люди? Мы все ремонтируем. Главное, главное здесь, следствие не доказало, что они виноваты. Они вытушанно написали всего, а адвокаты все расшифровали их начинания вот эти. И еще одно, вот написанное в Верховный суд, написанное в бумаге, все это отражено, что именно виновность их не установлена, и они подлежат освобождению. Как не установлено? Когда адвокат сказал, что если это не подпишем, говорит, я сам услышал, он не говорит, это не надо. Все равно там загрузили, говорит, представьте, на этой статье, от него никуда не уйдешь. Если самопризнание сделаем, говорит, тогда, ну, срок меньше будет. И срок максимальный. Не доказано, что оружие взял, не доказано, что он находился, значит, там занимался какими-то формированиями, или агитациями, или вступлениями, или нападениями. Ничего не доказано. Ну, у нас, я скажу, шестой отдел, как у нас называется, или отдел уголовного розыска, как в народе уже существует, отдел он прославился. Вот вчера я разговаривал с помощником суди, просто в беседе. Я говорю, как это работает, они черкеские милиционеры, как это работает. У нас, получается, говорит, доказательство одно. Это явка с повинной. И почему все получают явку с повинной в Карачаево-Черкесии? Все, кого они не задерживали, они все пишут. И задержали, с Москвы привезли явку с повинной. Явку с повинной мы оспаривать будем, потом делаем. Явка с повинной, если они не знали о завершенном преступлении, я хочу сказать. И человек добровольно пришел, пришел и написал. Они не знали, кто совершил, может быть, о преступлении знали. Но они, человек не может. Явку с повинной нельзя признать, как в Карачаево-Черкесии, он его задержал, отобрал от адвоката. Явку с повинной, он пишет, с 10 часов до 9 часов вечера, в 9 часов вечера оформляется. Это пытка. Это еще в бумагах у Альбета так написано. Он сидел здесь в Турме, уже 6-7 декабря. Никакая бумага так написано. 6-7 декабря Альбет Эссе. Чем-то говорят, так называется. Около учрите на везла сюда в джигуту армуши. Он сидел, он не вешал. Да, он сидел в Турме, а там так написано. 6-7 декабря, говорит, привез сюда, говорит, и ночью 22-45-го милиция задерживала. У него записано на делах, я так понимаю, нарушение консольную строй Российской Федерации. Несколько человек может консольную строй Российской Федерации нарушить. Вот так же, их не отман, там же будет чей. Почему? Несколько тысяч человек даже не может строй нарушить. Закон устроит, не знаю. Как эта группа обзывает людей. Так же такое уважение могут вернуть? Показать по телевидению, показать это все. Могут вернуть? Я стесняюсь, например, мои братья, как тут отеронисты. У меня есть уважение, где живу, где уважают люди, народ уважает нас. Наши семьи уважают, любят. Например, что у меня в день не так же сыновья были, поэтому он охотничьи становился, хотел оружие купить. Я ему не разрешила. Вдруг дети заходят в охоту или кому-то отдадут. Оружие вентом они не держали. Оказалось, наши дети террористы. Только людям пользу делают, а наоборот поедут. Я не могла их воспитать лучше. Потому что случайно попадают очень многие люди и правительство знает об этом, что айтанцы подаются, молодые люди кто-то их айтирует и попадает случайно. Но вот это случайность и даже правительство там они тоже могут быть. Подожди. Правительство даже говорили, что мы вот таких людей и участие, если они раскаялись, их отпустить. К этим статьям преподают вот твои сыновья. И они приписали вот такие статьи. А если человек например, человеку мучают, кого токан, коллега меня сделал, отпустил меня, кем я должен стать? На это есть вопрос? Кем я должен стать? Я не конец человек, работать физически не могу, у меня нарушена все психология. Вот как братья посадили, у меня психически уже нервничают каждый день. Понимаете? Нету чистого, что правда нет. Каждый человек может. Где-то, если ты не появился, тебе достал, ждет дать срок 16-й. Право-ролитерные системы, защитные системы. Закон для всех должен быть обязательным. Если я сейчас так разговариваю, меня завтра начнут тягот, например. Кто за это отвечает? Никто не будет видеть. Мне будут калечия. Еще загрузят что-нибудь. Понимаете? А то я много могу рассказать еще. и из народа я бы доставил очень много информации, которая как работает. Даже их я поймал бы. Потому что мне не дадут жить. Или убьют, или загрузят, или как-то отправят. Почему это? Могу? Ну, хочу это рассказать. Ну, так что, от рассказов, чтобы знают это все, и народ знает, и сам чиновник тоже знает, это все прекрасно, скрывает это все. Дали этот орден меня, да, я прошу от всех. От государства я в жизни копейку это не видела, ну, помощи. А этот раз я прошу, чтобы моих детей освободили. От государства, именно, вот я хочу, и Путин, и всем обратиться. Пускай мои дети вернут. Камеру, скажите. Я мать Раина, я прошу, я уже заработал себя в том, в первом этапе, даже первой, наверное, из-за моих детей. Я прошу от всех, чтобы мои детей освободили, чтобы они находились со мной вместе. Мои дети не виноваты, правило, они никогда плохого не делали, только, вот, обращайтесь в сельский совет, куда хотите, никакой причины нету, мои детей. Я прошу, освободите, никакой помощи от государства не брала. Я своим честным трудом воровала девятнадцать двух детей. Из них я четверо потеряла. Двое из рук бандитов, а двое случайная смерть. Прошу вас, помогите меня, освободите мои детей. Я прошу, что же, всем людям и правительству России, чтобы от вашей, у которой, если она есть, даже не установленная, за это шелковый, не расплатились жизнью люди, которые не совершили этого. Прошу помочь. Их издевались, как этот, фашисты, на цвете в шестом классе так что он. Так они издевались, отняли их здоровье. Ну, слава Богу, они живы, на это я радуюсь. Я сейчас хочу обратиться ко всем людям, которые будут смотреть это видео и смотреть. Давайте поддержим эту семью, поможем. я живу даже не хочу на свете. Они в тюме голодные сидят, я дома себе диету держу. Я не порву хорошее, что они тут кушать я не хочу. Вот что они любят, да, эту еду я три года не кушала. И с этого я попала в депрессию, я сегодня сахарным диабетом всего больше у меня нету, сахарным диабетом одна точка. Многие тоже не ходили. Мы сегодня выслушали в Карачаевской горе семьи, ко всем снова же обращаюсь поддержать эту семью, восстановить спорядь его. С вами был интернет-канал Зона, я Сулейман Шепзухов и наши гости. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...